Чтобы очистить совесть нашу от мертвых дел для служения Богу, живому и истинному. Вот такая задача у него. Если уже брать по самой большой шкале, то выполнена она очень слабо людьми. Люди узнают эту задачу. Он пришел, чтобы очистить от мертвых дел. Какие мертвые дела? Один вопрос поставим. А напротив, служение Богу живому. И сразу напрашивается вывод. А разве Бог бывает мертвый? Зачем это подчеркивать? Свет светлый. Бог это уже предполагает, что в нем свет, и он жив. Бог не умер. А оказывается, люди обращаются к Богу как к мертвому. Он есть, и как бы его нет. Это означает, что неисполняющий закон считает закон мертвым. Он не срабатывает. Есть исполнительная власть. Законодательная. Кто-то издал закон, а кто-то должен наблюдать. А здесь Господь издал закон, а наблюдать поставил людей. Ясно, что будет разномыслие, разногласие. Поставил наблюдать служителей истины. А они оказались неистинными. Потащили каждый свой угол. Апостол Павел говорит, что вслед за мной придут священники и будут говорить превратно, то есть извращать. И с определенной целью, чтобы увлечь учеников за собою, чтобы они их кормили, поили, ну и за счет того, что мы облегчим этот режим. Скажем, Бог добрый, он никого покарать не может. То есть такой закон сейчас везде. Вот это пресловутая экономия. Послабление. Кто бы ни подошел к батюшке, батюшка, у меня гастрит, я не могу. Ну ладно, первую неделю уж как-нибудь, а там молочко разрешают. Пусть сына рушают на каждом шагу. А Богу-то живому так не служат. Если Бог есть живой, то посредник, он должен выполнять его только волю. А если ты живой, ты сразу поймешь, посредник умерщвляет заповеди Божьи. Зачем же к нему идти? Духовник, священник. Если он говорит вопреки священному писанию. Бог живой, он отвечает. Не просто я промолотил молитву и дальше пошел. Я должен помнить, что Бог даст ответ. Нет, я должен ожидать. И ожидать терпения. Исаак 20 лет ждал. Вот сейчас женятся. И сразу два вопроса. Одни не знают, как чтобы детей не было, а другие детей нету. Прилагают все силы, лечатся, еще только нет. Репродуктивность, разные институты открываются, искусственность меняет. Что угодно делают-то. Людям никак не угодишь. И заботы у того и другого не меньше. Это мы увидим сегодня. То, что оставил Господь. Чтобы пробудить нашу совесть. И очистить ее. Забота-то о совести. Потому грозный упрек и позорный считается, когда на человека скажут бессовестный. Будьте осторожны с этими словами. Бессовестно означает глухой. Душа умерла и не слышит голос Божий. Я искал точное выражение слова совесть. И нигде не мог найти его, чтобы она кратко понятна была. И когда я все вместе что прочитал и Священное Писание, и Святых Отцов, и Сканонов. Я соединил такое предложение. Совесть. Это участок души, через который слышится голос Божий. Вот к такому пришел вовду. Просто и понятно. И как только человек замажет, сожжет в пепел пермотит этот участок, он не слышит голоса. Ему говорят, плюй в глаза. А он говорит, Божья роса. Он бессовестный. Он дерзко обращается с родителями, не послушая. Сноха пришла в дом, свекровку не почитает. Родители зажились. Вот вчера газета пришла, описывает. Обманули отца? Дочь нанимает убийцу, везут. Тот бьет ее в лоб, и нож сломался. А отец успел сказать, говорит, убить-то не умеете как следует. Тогда только убили уже, дочь тут же стоит. Обломком ножа дорезали отца, чтобы квартирой завладеть. Почему? Ну какая же тут совесть-то? Ну ведь не в один день, отец. А ты сам как? А его нашли теперь этот труп только по наколкам. Значит, сам прошел такой путь. Вот они теперь, твои наколки, последний укол тебе в лоб ножом. А если бы ты думал о Боге, ты бы заботился совесть очистить. Когда с кем разговариваете, старайтесь затронуть совесть. Не просто знаниями голову набить. Мне понравился метод обучения закону Божию у Иоанна Кронштадтского. Я посмотрел, как прочитал у него, у нас один к одному. Я раньше этого не читал, а сейчас увидел так. Он заботился не о знаниях. Знания придут потом. А душа к душе. Чтобы человек понял, что есть живой Бог. И с ним можно разговаривать. И Бог одобряет или порицает. Он вызывал у человека живое общение с Богом у бучеников. И всегда, кто первый поднимет руку, он их спрашивал. А отбойщиков потом в конце спросит. Ощущаешь ты Бога или нет? Ты знаешь, что Бог за тобой наблюдает? И тут же к евреям Павел пишет так. Да приступаем к Богу с искренним сердцем. С полной верой очистив сердца от порочной совести. И омыв тело водой чистою. Когда человек принимает крещение, то там написано. Мы обещаемся Богу служить доброй совестью в крещении. Вот какие слова надо говорить? Священник знает, какие слова говорит. Крещается раба Божия во имя Отца. Аминь. Сын. Аминь. А ты каждый раз говори. Обещаешь Отцу Небесному служить чистой совестью. Аминь. Духу Святому. Аминь. Христу, любящему, умершему за меня, чистой совестью служить. Аминь. И в знак того, что ты будешь служить Богу, ты отвергаешься того, кто совесть губит. Сатане. Я отвергаюсь, отрицаюсь, плюю на него. Смысл-то ведь вот какой. Чтобы защитить совесть от нападок врага, от учителя, который научает поступать бессовестно. Вот любого революционера, возьмите, читайте его биографию. Любого военного, она бессовестная. Он везде лжет. Военный никогда правду не может говорить. Он должен прикрывать военным временем все. Ну а там погибли невинные люди. Военное время. Это везде так. Просто надо очень внимательно смотреть на историю мира. В Ветхом Завете, что удивительно, слово совесть вообще не появляется. Ни разу. Настолько это удивительно. Новый Завет по объему в три раза больше Нового Завета. И ни разу не встречается это слово. Я заново перепроверил. Нигде нет. Смысл какой-то в этом есть. Видимо, когда дьявол испепелил совесть, понятие в чистоте исчезло. Она только в прямом общении, когда Господь начинает давить на душу человека. И вот впервые это слово встречается в Евангелии от Иоанна. Матфей проходит мимо, совесть не упоминает. Марк, Лука. Вообще совесть даже не упоминает. И впервые встречаем Евангелие от Иоанна, 8 глава, 9 стих. Когда стали судить другого, другую женщину, а Господь говорит, что без греха брось камень. И они, обличаемые совестью, стали уходить один за другим. Он пробудил совесть. Ты же сам такой. А до этого, когда привели, никакой совести нет. А до этого, сколько было падений, казнили, выносил приговор даже Давид, который написал Псалтирь, смерть ему, совесть-то не пробудилась. Ему Напан говорит, да ведь это ты, ты, да не овечку отнял, а жену. Да гость-то пришел тебе какой, хоть бы хорош, а то срамной гость-то пришел. Похоть твоя. И ты единственную овечку, единственную жену человека отнял. Вот какой смысл. Вот сразу за овечку смерти. А когда сказал, что жену отнял и мужа убил, ну, виноват я. Просто виноват, больше ничего. Да ты должен умереть был. Давид должен был ходатайствовать сейчас перед высшим судьей и сказать, Господи, сделай, чтобы меня побили. Ну, народ бы не дал. Как некогда Янапана отбили. Но, однако, этого он не сказал, этим ограничился. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал, мужи и братья, Я всей доброй совестью жил перед Богом до сего дня. Вы считали эти места? Представьте, такое собрание. Что тут за криминал в этих словах? Допрашивают. Это враг ветхого иудейства. Все правильно. Я служил доброй совестью. Сразу вскипел патриарх, тогдашний пересвященник, и приказал бить его по устам. Как твои уста могут такие слова говорить? А что? Этим самым он обличил их всех. Я служил доброй совестью. Я был среди вас, а вы бессовестны. Вы меня натравили на христиан. Вы меня так учили у ног Гамалиила. Он этим-то их и обличил. Совесть-то во мне пробудилась. Я пришел ко Христу, а вы-то не пришли. За какие слова бить? Что он сказал здесь? Камольную? Ничего нет. В другом месте апостол Павел снова говорит. И она не пересвященник, написан в то время был, приказал бить его по устам. Вот это и есть, что всегда говорят, что Бог милостив. А Павел поставил дилемму. Если Бог живой, Бог чистый, Бог святой, ему надо служить всей совестью. А если Бог мертвый, его можно обманывать. Икону закрыл шторкой, и Бог тебя не найдет. Деяние 24, 16. Павел говорит, имейте добрую совесть. И я старался ее иметь перед Богом и перед людьми. Его били по устам, а он ничему не научился. Он опять стал твердить, что совесть во мне-то все-таки лучше вашей. Даже Петр Рыбак знал про это. И говорит, что имейте добрую совесть. 1 Петра 3, 16. Да бы за то, за что злословят вас, сами были постыжены. Нас ведь поносят. А вот такие вы мало знаете. Мне не раз приходилось сталкиваться. А вы это знаете? Нет, не знаю. Так а вы что, это не считали и фильм не смотрели? Не смотрел. А почему? Да Пеофан Затворник говорит, не надо смотреть. Его спрашивали. И говорит, а можно какую-то литературу читать, кроме Евангелия? Я, говорит, не советую. Если ты уж так допрашиваешь, я тебе наедине шепотом скажу. Можно. И только чуть-чуть, если она приводит к Богу. Вот только и всего. А как же я Евангелие уже два раза прочитал? Говорит, когда сто раз прочитаешь, видимо, он сто раз прочитал. И тогда ты скажешь, что до конца еще не прочитал. Тысячи-две тысячи лет читается Евангелие. Всех святых отцов прочитаешь, и на этот же стих тебе Новый Господь откроет. Это глубины без дны. Я напоминаю рассказ одного проповедника во времена Парижской коммуны. В большом собрании около двух тысяч человек. Он задал вопрос. Вообразите, что вас сегодня заключили в Бастилию. Тюрьму. Пожизненно. С собой можно взять только одну книгу. Вот по совести, что бы вы взяли? Ну, математик, я бы математическую книгу взял, один отвечает там. Я бы, ну хорошо, а ты? И каждый отвечает. А тогда люди ответили все одинаково. Библию. Любую книгу. Я изучу все цифры, все шахматные баталии изучу. Даже 300 разных партий. А здесь никогда. Никогда. Тебе через короткое время ничего уже не нужно будет. Профессор Марсенковский говорит, когда сидел в тюрьме, то я, говорит, увидел свет России весь собран. Самых лучших людей арестовали. Такие деятельные. Агрономы, высшими званиями, они стали сразу в свой кружок, и много у них было людей. Историки, геологи. И я, говорит, свой кружок образовал. Неделя прошла, ни одного кружка нету, все к нему собрались. Поняли, что мне говорить о земле, как сажать, когда меня туда закапывают, как зерно. Завтра расстреляют. Что мне говорить о каких-то раскопках, когда меня зароют и никто не раскопает. Все пришли к одному выводу. И уже через неделю все исчезло. Да если бы сегодня-то люди это поняли, у нас бы, мы на площади бы, на стадионе вели занятия, и нам бы там не вместиться, если бы совесть людей пробудилась. А у нас больше тридцати-то редко бывает на занятиях. Петр, 3 глава, даст первый стих, в первом постании говорит. Мы даем обещание Богу доброй совести. И риминам 9.1. Павел снова обращается. Истину, говорю, во Христе не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Вот тогда совесть, когда она в Духе Святом. И эта молитва должна из человека исходить. Утром молимся и говорю, Господи, помоги мне развить мои таланты. И чтобы совесть моя была чиста и открыта перед Тобой. И чтобы Дух Святой обличал маленькие пылинки, которые налипают. Риминам 13.5. Мы должны погиноваться властям по совести, не поза глаза только. Первое Коринфянам 8.12. Если мы согрешаем против братьев наших, уязвляя немощную совесть их, то согрешаем против Христа. В 1 Тимофея 1.5. Цель же увещания. Когда вот говорим проповедь, беседуем, советуем. Есть любовь от чистого сердца и доброй совести. Да я от чистого сердца говорю вам это. Говорят, это большая ответственность на человеке. Чистая, ее надо очистить день и ночь. Скажи так, я говорю, как понимаю, от сердца. Сказать от чистого сердца не советую. Ты можешь ошибиться. Совесть наша высвечивается только во свете Слова Божия Духом Святым. Имейте нелицемерную веру. 1 Тимофея 1.19. Имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергли и потерпели кораблекрушение в вере. Все отступники бессовестные, неблагодарные. Они потеряли все. Все еретики неблагодарные и бессовестные. Они говорят, а ты нас не суди. Они такие добрые не судят. Но то, что они не в церкви, выходит, что они отвергли всю церковь, всех святых отцов, все соборы. А теперь никого не суди. Да они-то как раз и осудили всех, раз не принимают то, что у нас в церкви есть. В 1 Тимофея 4.2. Апостол Павел говорит, через лицемерие лжесловестников, сожженных в совести своей. Совесть бывает раздавленная, засыпанная и сожженная. И они много говорят, призывают, особенно лжесловестники, сожженные в совести, депутаты. Это как будто особая задача была избрать самых бессовестных. Какие дают обещания, еще ни один, говорит, не выполнил. И тут же сразу забывают, как будто народа никакого нет. Народ нужен для того, чтобы таки его избрали. В послании Китой 1.15 апостол Павел говорит, для чистых все чисто. А для скверненных и неверных нет ничего чистого. У нас сквернены и умы, и совесть. И в зависимости от того, какая совесть, на все ты так будешь смотреть. Чистая совесть через призму священного писания во всем может найти полезность для себя. Ни одного события в мире нет, чтобы оно было не на пользу души. Что бы ты ни слышал, предательство Иуды, укор каждому, не я ли, Господи. Война была. О, Господи, а как хорошо. Смотри, вот сколько людей пришло в Богу, и церкви открыли. Репрессии были. А ведь под репрессии-то пошли никто-то. В первую очередь Сталин поставил задачу истребить всю Ленинскую гвардию. Это самые главные палачи были. Их ничем нельзя было взять. Их власть установилась. Ничего подобного. Все пошли в подвал у Лубенки. Это был год возмездия, год справедливости, наказания Божия. И опять берем для себя пример совесть. Помоги мне не зарываться в этой жизни. Помни, что возмездие может наступить уже и ныне. И теперь, что такое живой Бог? Всегда повторяйте Богу живому. У людей понятие икон. Вот сейчас иконами на каждом шагу усыпались. Прислали мне газету Берсеневские листки. Вся в иконах. Икона Порт-Артурская. Даже и не знал, что такая есть. Спарительница полей. Это еще от Серафима Саровского. Нет того случая, где бы какой иконы не было. И около каждой стоят, голову на бок прислоняются. Теперь отрисуется на стекле. Бред. Поэтому, когда уходят к фектантам, то говорят. А я теперь верю Богу живому. Действительно так. В православии нет Бога живого. Если так понимать, что все в иконах. Иконы нет, зайдет человек, у вас и помолиться некуда. Да Бог что это, икона, картинка какая-то в рамке. Салмопевец Давид, 41 стих, 1 Салом 3 стих, говорит так. Жаждет душа моя к Богу крепкому и живому. Повторяю еще еще эти слова. Бог живой. Он слышит, видит, отвечает. Благословляет и наказывает. Салом 83, 3. Восторгается плоть моя и сердце мое к Богу живому. Деяние 14, 15. Апостол Павел говорит так. Мы все человеки, когда хотели Ему принести жертву. И вас пришли отвратить от мертвых идолов, чтобы вы от всех ложных обратились к Богу живому. И когда мы кому где говорим, всегда подчеркивайте, что мы возвещаем живое слово, живого Бога, который животворит и ведет жизнь вечную. 1 Фессон Икиесом 1, 9. Итак, вы обратились от идолов, чтобы поклоняться Богу живому и истинному. И когда во времена пленения иудеев был поставлен идол, которому все должны были поклониться, в определенный момент, когда заиграет гусли, объявится, а Данил не поклонился. И он говорит так. Данил же сказал, Господу Богу моему я поклоняюсь, потому что он Бог живой. Понятие о живом Боге особенно зримо было у иудеев тогда, когда они видели идолов. Прочитайте дома послание Еремии, когда он подробно разбирает, какие они эти идолы мертвые, а на них пыль, что жертвуют, воруют, отдают блудницам, по идолам кошки лазают, говорят, мыши летучие там, у них же большие идолы, там глазица гнезд застроят, а наш Бог живой. Если мы хотим иметь Бога живого, истинного, то лучше Его никак не представлять, как советуют святые. Бог наш невидимый, незримый, и Он явился только в лице Иисуса Христа. Допознаем мы Его и добуем служить Ему чистой совестью. Аминь.